Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный выпуск. Товар, о котором сегодня пойдет речь, придумали в Польше в 1928 году. Он так сильно понравился местным гурманам, что за рекордные строки стал главным блюдом на каждом застолье. А после также быстро захватил мясные магазины всех стран Восточной Европы. А спустя 8 лет попал на прилавки советских гастрономов. И с тех пор популярности не теряет. Напротив, согласно опросам, он является третьим по популярности мясным деликатесом в нашей стране. Встречайте! Пряные и вкусные, острые и ароматные охотничьи колбаски. Мы начинаем. Копченые короли или один из самых востребованных мясных деликатесов 20 века? Есть ли такие товары на сегодняшних прилавках и как их найти? Почему все беды от шпика и как с помощью бактерий и госта пытаются обмануть покупателей? Смотрите далее. Охотничьи колбаски Охотничьи колбаски – отличный вариант открытия зон, не выходя из дома. Название свое они и правда получили от того, что часто оказывались в провианте у охотников и воинов, которые ходили далеко от дома. Удобство в использовании и отличный вкус сделали их неотъемлемой частью любых походов. Сегодня охотничьи колбаски являются наиболее любимым продуктом у населения. Высокий спрос и популярность объясняются весьма оригинальным вкусом и компактными размерами. Много любителей, много подделок. Закон современного маркетинга, от которого даже этому продукту скрыться не удалось. Раньше строгий гост четко регламентировал состав охотничьих колбасок. Сегодня в этом вопросе сплошные пробелы. Растительные белки, жирное сало и технологические нарушения. Вот что сегодня попадает в корзину потребителей вместе с колбасками. Но несмотря на то, что производители колбасный мир дискредитировали, специалисты уверяют, что есть возможность найти хороший продукт. Главное – правильно искать. Как именно, сейчас и расскажем. А пока узнаем у самарцев, на что они обращают внимание при покупке, и что, по их мнению, в охотничьих колбасках самое главное. Я думаю, что и охотничьи колбаски, и копченые колбасы должны быть в первую очередь из мяса. Ну и как можно меньше всяких добавок. На первом месте должно стоять вот именно мясо. Это точно я слышала. Не белок, не… То есть именно говядина. Курицу я не люблю. Либо говядина, либо свинина. Именно мясо. И вполне возможно дальше, конечно, какие-то заменители. Конечно, внешний вид, что был нормальный. Никакие там ни мяты, ни осклизлые, все такое прочее. Ну, состав тут сложный. Ну, где-то цена должна быть, там, рублей 400, там, где-то так, может быть, будет какое-то качество. Чтобы узнать все секреты охотничьих колбасок и научиться искать качественный товар, возьмем на пробу три варианта. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Русские колбасы», «У Палыча» и «Фамильные колбасы». Каждого участника расположим по алфавиту и присвоим соответственным номерам от одного до трех. Подвергнем их субъективным тестом и в завершении узнаем, кто окажется победителем программы «Сохраняйте чек». Охотничьи колбаски всегда привлекали к себе особое внимание. Красивая вакуумная упаковка с ароматным содержимым. Пройти мимо такого трудно. Марок сегодня развелось множество, а в связи с этим и внешний вид колбасок со времен ГОСТа изменили. Вообще вся подобная продукция в нашей стране делится на колбасы и колбаски. У каждого свои требования и нюансы. Многие из которых современные производители забывают. В итоге получаются гибриды с сомнительной формой и качеством. Но есть один момент, который нарушать никак нельзя. Это диаметр среза. Так как они являются колбасками, требования идут по нормативной документации к диаметру. Диаметр этих изделий, колбасок, должен быть не более 32 мм. А уже для колбас, допустим, сырокопченых, там уже более 32 мм. А вот длина может быть какой угодно. Здесь все на совести изготовителя. Там же зачастую оказывается и состав. В соответствии с нормативной документацией, в состав охотничьих колбасок должны входить такие местные ингредиенты, как свинина, говядина и шпик. Практика показывает, что с мясным содержимым, в общем-то, производители не рискуют экспериментировать. А вот шпику застается по полной. Сегодня для удешевления производства используют низкокачественный и нетермостойкий шпик. Он плавится при невысоких температурах и в итоге может образоваться подтечный жир. Из-за этого же могут образоваться и пустоты. Другой частый дефект – это морщинистая поверхность, следствие пересушки и предвестник другого частого дефекта – закала. Когда мы прокусываем, да, эту колбаску, если она излишне твердая и на поверхности есть такой уплотненный слой толщиной более 5 мм, допустим, да, вот, даже более 3,5 мм, это уже считается дефектом закала. То есть излишняя усушка произошла. В этом случае либо производитель дав скубину и просто пересушил будущее колбаски, либо торговое предприятие не нашло своих охотников, а того на прилавке продукт отлеживает уже не первый срок годности. Ведь даже копчение – не залог долгой жизни. Поэтому вопрос к быстрой реализации стоит особенно актуальным. Важны скорость и сроки, причем во всем, особенно в изготовлении. Здесь отличились подпольные производства и стали применять так называемые стартовые культуры. Это молочнокислые ферменты, которые активизируют процесс созревания фарша. И в итоге расщепление белков идет не за счет копчения, а за счет химических процессов брожения. В итоге у колбасок появляется не твердая консистенция, а пастообразная или, как скажут специалисты, мажущаяся. Как правило, производитель о использовании стартовых культур на маркировке практически не пишет, потому что они не являются основным сырьем. Но зато очень сильно удешевляет процесс производства. У хороших колбасок консистенция плотная и волокнистая, при этом все ингредиенты, особенно шпик, равномерно промешаны по всей длине. И вопреки расхожему мнению, главное, чтобы его было немного. И вот почему. Колбаски и колбасы бывают мясные и мясосодержащие, и различаются по процентному соотношению мясных ингредиентов к немясным. Так вот, жир и шпик в таких продуктах относятся к категории мяса и заполняют им все пространство. И получается, что жир вроде бы мясной ингредиент, и получается, что этот продукт относится к мясному. Хотя, по сути, мышечной ткани там очень мало. И зачастую очень много производителей за счет того, что жир является мясным ингредиентом, переводят свои колбасные изделия к мясному продукту. Соответственно, стоимость их будет более высокая. Цена вообще у этого продукта немаленькая, поэтому от него и ждут особой отдачи. Как видно, не всегда оправданно. Поэтому лучше обращать внимание на категорию. Колбаски охотничьи относятся к В. Рубленный или кусковой полуфабрикат с массовой долей мышечной ткани от 40 до 60%. Ищите эту информацию на упаковке. Что еще нужно знать об этом продукте и как проверить покупку в домашних условиях? Смотрите далее. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Проверить качество дома не так-то сложно. Для начала убедимся, что упаковка закрыта. И это важно, так как от вакуумности напрямую зависит качество. Далее открываем и смотрим на поверхность самих колбасок. Если она сухая и чистая, без остатков мяса и шпика, перед нами качественный продукт. Влага недопустима, так как это опасный дефект. Значит, для изготовления колбасок использовали жидкий дым, который вреден для организма. Об этом же можно свидетельствовать темные края. Лучше всего себя показали первый и третий конкурсант. Они зарабатывают плюсы. Попробуем сломать колбаски. Да, именно сломать, а не отрезать. В этом продукте это важный момент. Если при разламывании вы услышите хруст, значит в колбасках содержится большое количество соединительной ткани. Если продукт слишком жесткий, значит внутри совсем нет свинины. По составу все показатели себя хорошо. Каждый получает по плюсу. Шпик у качественных охотничьих колбасок должен быть белого цвета. Наличие желтого оттенка является признаком нарушения технологии производства и низкого качества исходного сырья. При этом он должен быть равномерно промешан по всей поверхности. Самый первый участник проявил себя лучше всего. Цвет его начинки соответствовал требованиям, а шпик был белого цвета. При этом третий конкурсант как будто и вовсе не имел жира в составе, что, конечно, не скажет о вкусе. Охотничьи колбаски – еда походная. Они удобны и отлично утоляют аппетит. С этим никто спорить не станет, и более всего согласится наш сегодняшний гость. В походах он разбирается отлично. В миру он простой студент Самарского государственного университета путей сообщения, а в душе отчаянный рыцарь. Время от времени Николай Бачаров облачается Владой по душе и разминается в свое удовольствие. Сверкающие доспехи и острые клинки далеко не бутафорские, поражают публику и требуют сноровки. На фестивалях и играх, в походах и миниатюрных битвах затрачивается много сил. Здесь не обойтись без быстрого перекуса. Так что Николай в этот раз предложим на перекус наших участников. Попросим выбрать самого вкусного и аппетитного. Пробы завершены, и пора узнать имя предвидителя. Сейчас я попробовал три варианта охотничьих колбасок. На мой взгляд, первая была немножко жирноватая, вторая очень вкусная, в третьей слишком много сала, жирное слишком. Из трех вариантов я выбрал вторую. В слотной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. По итогам всех испытаний лучшими оказались охотничьи колбаски торговой марки «Русские колбасы». Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как правильно выбрать хороший продукт и не ошибиться на качестве. Главное, не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Смотрите нас на телеканале «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова